Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Крест Господень не только самая важная икона для православного человека, потому что икона в переводе на русский язык значит образ. И крест есть образ нашего спасения. Вот в такой лаконичной форме рассказывается обо всем, что послужило нашему спасению. Спасение от чего? От греха. И невозможно вообще вести духовную жизнь. А духовная жизнь это та, которая приводит к спасению. Если результатом нашей жизни не будет спасения, то значит мы вели жизнь недуховную. Почему? Вообще что такое духовная жизнь? Это когда живет в человеке, как в сосуде, благодать Святаго Духа. Тогда это жизнь духовная. И если благодать Божия не живет в человеке, то значит он не ведет жизнь духовную. Благодать Божия привлекается смирением, а изгоняется грехом. Поэтому когда человек согрешает, он остается пустой. Когда человек исполняет заповедь, и в силу того, что сам человек, ни одну заповедь, ну, новозаветную, ветхозаветную можно исполнить. Даже безблагодатный человек может вполне не воровать, не прелюбодействовать, не врать, почитать Отца с Матерью, веровать в Бога, в каждое воскресенье в храм ходить. Это может каждый безблагодатный человек, это зависит от воспитания, от привычки, от его силы воли, от его веры. Но благодатная жизнь, она возможна только есть жизнь внутренняя. Вот помимо этих внешних таких проявлений, нужно обязательно трудиться над тем, чтобы, как по выражению Господнем, очистить внутренние скляницы нашей души. То есть тот сосуд, которым должно встать наше сердце, он должен быть чистым. Блаженны чистым сердцем, ибо они Бога узырят. Но нельзя сделать такую операцию, вынуть сердце, прополоскать его в хлорке, потом зашить, потом опять ставить, и все в порядке. Нет, потому что нечистота, это она духовного свойства. И очистить сердце можно только через Божью благодать. И поэтому Господь Иисус Христос, Сын Божий, вычеловечился, стал человеком, чтобы на самом себе, всем, кому это угодно, показать, как это происходит. Есть такая команда на флоте, делай, как я. И флагман делает какие-то маневры, а все остальные поступают аналогично. Так же и здесь. Никто на земле не мог, собственно, до этого сам додуматься. Конечно, человек по замыслу Божию существо великое и умом могущественное. И кое-что человеку может открываться, но на таком довольно низком уровне, типа наука или поэзия. Вот что-то бывает, когда человек открывается. Но наука, она столь переполняет человека, что уже на другое как бы у него нет и такого внутреннего ресурса. Но если человек живет благодатной жизнью, вообще всяческий ресурс, он расширяется. Он и в других областях будет преуспевать. Как вот там, где люди больше всего молятся, в каком-то монастыре, обычно он преуспевает и во всяких хозяйствах вопросов. Ну вот даже у нас в России, там, первая электростанция вообще в Российской империи возникла в монастыре, например. Или подвесная канатная дорога, там, фаникулер, который сейчас во всем мире, опять, первая возникла в монастыре. Ну и так далее. Ну и образцовывается, хозяйство, и вот. Что угодно. Потому что в монастыре тут люди разных специальностей. И вполне могут совершенствоваться. И даже в науке, в Коперник, достиг очень больших таких прозрений. Ну и множество, так сказать, служителей церкви на Востоке и на Западе и в научном области. Так сказать, преуспели, особенно в монастырях, которые были раньше всегда, ну и некоторые и сейчас. Потому что не все пожгли. В некоторых монастырях кое-что осталось. Вот, сохранились там огромные библиотеки. Вот, чаще они в музеях, чаще, так сказать, в книгохранилищах специально. Ну, очень много еще, что есть. Хотя, конечно, это может быть один процент от того, что было. Вот даже это свидетельство, чисто внешне, оно, как говорится, о многом говорится. И вот, ну или, например, если посмотреть, что происходит в нашей стране, вся промышленность встала, все разбито, разрушено, разломано. И только восстанавливаются одни монастыри. Вот, церкви. Вот это, вопреки всему, находятся люди, которые готовы этому помогать, процессу. Везде. Вот, в каждом селе находятся. В каждом городе. И это общий порыв. Тут, как бы, и городская администрация часто участвует, или хотя бы не мешает, что тоже хорошо. Вот. И находятся люди, которые дают средства, и находят люди, которые, ну, просто безвозмездно трудятся. Вот, как храм Георгия Победоносца в Лыщиково. Там несколько лет группа людей, каждую субботу приходила, вот, обивали вот эту старую штукатурку, ее выносили, вывозили, и, так сказать. А другой человек из строительной фирмы давал раз в неделю грузовик большой, 25-тонник. Вот. И этот, то, что они накололи, и мусора собрали, то они вывозили. Вот. Совершенно бесплатно. Вот. И многие москвичи, даже далекие вообще от церкви, просто приходили и трудились там. Один день в неделю. И вот, очень много было подготовлено к этому ремонту, который сейчас продолжается, и так далее. Вот. И благодать Божия, она содействует всему. Даже иногда и здоровье. Потому что она пронизывает наскву. И человек может по благодати Божией получить такие дары от Бога, что Господь может ему продлить жизнь. Поэтому удивительно, вот во многих монастырях привыкло спутных питаний, потому что когда в монастыре было 6 штук, то питание там было очень хорошее. Правда и постное. Вот. А сейчас уже монастырей много, и, конечно, многие живут, ну, просто так, один картофель и капуста. Вот. А на хлеб иногда денег нет. Но, тем не менее, как-то Бог дает и здоровье. И в прошлом так было, монахи питались хлебом и водой, а жили до 120 лет. Почему? Потому что этот человек, которому Господь так продлевает жизнь, немножко неестественно, для того, чтобы он еще и еще больше послужил этому миру. Потому что он и для всех является источником благодати Божьей. Вот крест. Ну, во-первых, он нам напоминает вообще все Евангелие. Глядя на крест, на распятого Господа Иисуса Христа, мы можем вспомнить всю его страдальческую жизнь. Начиная от самого младенчества, он родился не в роддоме, не в домашних условиях, не даже в гостинице, а просто вот даже не в хлеву. Это была просто пещера, куда загоняли овец, пастухи, когда была непогода. Другого места на земле царю Вселенной не нашлось. А потом гонение сразу от царя Ирода, бегство, и, ну, в общем, вся последующая жизнь, сплошные скорби, и вот венец ее крест, мучительная казнь. Мало того, что она, так сказать, весьма болезненна, потому что гвозди, которым он был прибит, они пробили, так сказать, пучки нервных волокон. И, в общем, это страдание чисто физическое покрепче, чем иголки под ногти. это совершенно невыносимая боль. И вот он прицепел. Так что крест — это символ терпения. причем вещей, во-первых, нечеловечески тяжелых, а во-вторых, абсолютно несправедливых. Потому что Христос никому ничего, никогда плохого не только не сделал, но он и не мог даже подумать. И если о чем заботился в человеке, будь он праведник или грешник, любящий его или ненавидящий, он всегда ему хотел только спасения его души. И говорил ему всегда так, чтобы это способствовало спасению души. В отличие от людей, а даже святые угодники Божии ошибались, преподобный Серафим сам говорил про себя, что когда я от себя скажу, я ошибаюсь, а когда от благодати Божией, тогда нет. То есть не всегда получалось, что он говорил как надо, а изредка получалось так, что и не так. А Христос никогда, его ни в чем не могли уличить. Он такой, это единственный человек на земле, который не виноват ни перед Богом, ни перед каким человеком. Поэтому он терпел и боль, страдание такое физическое, и ужасную несправедливость. Терпел. Поэтому крест – это символ терпел. Второе – это крест – символ уничижения. Потому что убили его не как самого прекрасного человека на земле, а как беглого и вороватого раба. его приравняли к двум бандитам, которые занимались грабежом. Вместе с ним их тоже распяли. Как бы всему народу показывая, что вот эти люди, они как бы равнозначны. То есть его казнили, как не казнили свободных граждан. свободные граждане погибали от усекновения головы мечом. Это считалась такая казнь, соответствующая достоинству человека. Хотя тоже, надо сказать, процедура неисприятна. А его именно приравняли, его опозорили. То есть на глазах всего Иерусалима и перед римскими воинами его опозорили. Сейчас мы так не воспринимаем, потому что сейчас рабов, даже вот если рабы, то их либо забивают до смерти, либо стреляют. Но чтобы так распинали на кресте, это уж такая так сейчас не бывает. И в этом ничего уже позорного нет после 2000 лет христианства. Но тогда в империи римской это было именно так. Поэтому восставших спартаанцев распяли на крестах. Ну во-первых, в назидание есть человек по дороге, а вся дорога в крестах. И справа слева корчатся люди и помирают. Иногда до недели живут, вися на кресте, мучить страшно. И так же и Господь. То есть это символ уничижения. А потом это тоже символ уничижения вот с какого плана. Ведь он был сыном Божиим. Не просто сыном ну какого-то великого царя или большого ученого. Ну всегда человек как-то испытывает приятные чувства, когда он происходит из какого-то великого знатного рода. Но если хоть не знатного, то ну хотя бы богатого. Что вот человек там его папа или дедушка чего-то достиг. у меня был князь, граф, а у меня мануфактурную фабрику имел, так сказать, свою. А у моего деда мельница была. Это вот внук помнит, что мельница, потому что ни у кого в деревне не было мельница, а у него была. Значит он очень много вкалывал, чтобы заработать на эту мельницу. Вот что такое. А тут сын отца небесного. Причем отца небесного Иерусалим чтил таким образом, что даже имя его произносилось только первосвященникам и только раз в году. И только в святая святых храм. Один раз. Вот такое было благоговение. Почему? Господь сказал не приемли имя Божие в суе. И поэтому чтобы не грешить вообще имя Божие старались не произносить и только первосвященнику это позволялось. Вот его единородный сын, с которым он был одно. Я и отец одно. Он становится человеком. Сначала человеком, а потом последним из людей, приравленным к разбойникам, убийцам, грабителям и так далее. есть самое дно общества. Тот человек, который всем вредит. Что такое разбойник? Это человек, который как вошь, живет только за счет того, что он не работает, а имеет столько, как будто он работает с утра готовится. Причем все время обижая людей. Потому что обокрадет, то у кого зарежет, люди плачут, хоронят, страдают, а он все равно. Поэтому вот и к этому причиняется. То есть какое уничижение он произойдет. и все это возможно только по одному. Вот как это оказалось возможно? И зачем он на себя это все подъел? Потому что когда нас кто-нибудь что-нибудь затронет или даже не затронет, кто-то говорит про Ваню, второму послушал что про Маню, а этот думал что про меня. И уже начинает того кто сказал ненавидеть, хотя он говорил про Ваню, а это чуть глуховато и подумал про Маню. И вот уже ненависть. Вот человек современный не может даже перенести, если кто-то что-то сказал через вторые руки не поймешь, чем обросло, потому что когда человек пересказывает что-то получается вообще нечто странное. Я даже сегодня имел возможность послушать убедиться, как один человек рассказывал кинофильм, который я в детстве смотрел. Ну вообще совершенно новый сценарий. Ну вот он так его воспринял. То есть конечно это все вообще ничего не значит. Вообще людские слова они вообще ничего не значат. А для каждого человека а если он скажет это очень важно. А вот она сказала и это уже трагедия. Прямо ходит на мылевую веревку и все. Она сказала Господи А Сын Божий с небес сошел на землю а потом с земли на эшафон. Вот дал он такой пример смирение. Это конечно смирение не человечество а божество. То что Бог смирен вот это главное его качество. Любовь конечно но и смирение. любить таких как мы это надо быть конечно нечеловечески терпеливо. Просто нечеловечески. И это нужно иметь любовь именно божество. Потому что ну сколько людей мы способны любить. Ну так вот по-настоящему то никого. Ну так вот хоть чуть-чуть. двое трое и обычно это люди не посторонние а свое сынок там дочка внучок вот и то вот редко так вот два ножа поставишь и скажешь но сейчас я его во внучка воткну или в тебя редко кто беззадумчив скажет давай в меня поколеблется а он любит всех вот шесть миллиардов сейчас живет и всех любит причем одновременно любит и тех которые жили до них и еще любит тех которые родятся еще впереди он так сказать знает кто родится как это нам непонятно как это можно вместить хотя человек уже тоже изобрел такую машинку которую может на каждого человека досье иметь вот это здание и всю информацию о нем туда сложить так что в общем это даже пластмассовая такая машина умеет но для господа бога который вообще все могуще для него это тоже не составляет труда и вот тем не менее и смирение такое божество показало поэтому конечно и в нем благодать она была во всей полноте божества и единственная возможность нам к этому как-то приобщиться это только вот ну во-первых жить так как он жил ну хотя бы в какой-то мере пусть небольшой или там стремиться к этому и второе приобщаться к благодати божьей тогда она будет нас очищать от скверны она будет нас учить вразумлять дать нам возможность понять как нам поступить в том или ином случае по-христиански и так далее то есть господь нам будет руководить а не кто-то и тогда мы можем прийти к спасению вот все это нам демонстрирует крест господь вот мы не любим когда нас унижают нас пренебрегают про нас не то говорят нас позорит нас и так далее страшно дети которые дразнят они до истерики доходят настолько им это неприятно дразнить нехорошо но почему они так дети нервничают ну потому что они гордые и вот поэтому ему говорят дурак а он обижается ну а что ты умный что как может быть умным в 12 лет ну может быть ты умнее какого-то двенадцатиклассника но уж не десятиклассника никак абсолютно то есть он тебя обманет как угодно а уж если какой специалист по одурачиванию так он вообще любому голову заморочит сколько людей приходят на исповедь батюшка вот из меня все деньги вытечили остановилась в переходе и обобрали да и человека с высшим образованием бывает а некоторые с двумя не глупый человек экзамен когда сдавал но тут же элементарно чего человек стоит чтобы наградить тебя выигрыш или некоторые письмо приносит батюшка что это за письмо а там написано что ты уже выиграл т т т прям истратили сотни тысяч рублей на конверты чтоб ты выиграл эх ты или там положить деньги в банк а через два дня вернется в три раза больше как это возможно это возможно только с топором на большой дороге каждого строительства кроши обирай тогда можно а как еще что там процент был там 70 процентов 80 150 там ну это праздник вот а тут жадность и глупость и вот хоть человек не работал лежа так сказать на диване два раза сходил а ему там все нет его разденут еще больше и правильно разденут хотя дело уголовное ну надо же людей лечить а некоторые у нас по три раза лечились с курсом лечения да и все равно надежды питают значит надо ждать четвертого умные люди они с четвертого раза только понимают не два раза награбля а четыре вот тогда уже ну бывает такая вот жадность что ослепляет глаза вот надо нам учиться смиряться и вот этот праздник он собственно этому посвящен мы должны уметь терпеть и внешние обстоятельства какие-то страдания которые на нас идут извне разные страдания мы от всего стран от болезней или там от какой-то несправедливости вот или ну еще там от детей можем пострадать от жены от мужа ну и жизнь вообще сплошная страда вот от родителей тоже бывает сердце хорошее а человек уже в маразме попробуй с ним поживи ему то среди ночи давай салями вот я помню одна жалову бачку в три часа ночи мне говорят давай салями я ему объясняю что это был 92-й год никаких салями уже давно нет в магазине там хлеб и макароны вот а если где-то там есть это очень далеко и стоит столько этот бутерброд что мне пол зарплаты нужно отдать а он не верит ну почему ему под 90 ты мне обманываешь там и так далее ну что делать или начинают подозревать что ты меня грабишь ты на мою пенсию живешь ты там какая твоя пенсия на нее две буханки хлеба было такое время что еще там или кое-где там где-нибудь в Армении там действительно там платят за месяц пенсия по-моему 4 доллара что ли или 6 как хочешь так и живи поэтому армян осталось в Армении 1 миллион остальные все уехали работать и деньги шлют на семью ну а тут через посредников шлют у посредников много конечно собирается денег а это там с каждого с каждого переводика имеет вот так вот это очень удобно типа таможня открыл таможню и все и тебе все нормально и делать ничего не надо только ставь штамп и бери риск конечно могут посадить вот но такая ситуация так что вот и нам не нужно роптать помимо всего этого как в этой ситуации вел себя Господь он что кого-то обвинял проклинал злился потрясал кулаками говорил ли что Отец Небесный отомстит вам за меня нет он молился за своих убийц не только за этих воинов ну что с них взять ему скажут скажут приказываю они тебе что хочешь разбомбят взорвут это называется решить задачу вот чего не спрашиваю будут поливать из автомата и просто даже удовольствие вот а молился даже за тех кто его на эту казнь отдал твердо зная что это мессия что это спаситель что это не просто бунтовщик оклеветали по полной программе во всем соврали ложный суд сам судья понтий пилар прекрасно знал что он ни в чем не виноват его родная жена за него за Иисуса Христа просила не делай ему ничего плохого и он все равно в чему ну боялся что они письмо напишут императору что он дескать за разбойников заступается а они знают что написать а император что будет разбираться голову дало или ссылку куда-нибудь в Крым а Крым греки называли адом потому что там очень холодно там замерзали вот и там уж жили такие самые такие выносливые или бывшие преступники или скрывающие от власти там на краю на самом в этом аду который называется Крым вот сейчас этот ад конечно теперь другая государство вот аж нам будет теперь полегче без него будем обходить так вот что такое кротость это совершенное незлобе что бы ему не делали он абсолютно без всякой злобы и протеста к этому относился он это принимал вот такой вопрос поэтому если мы хотим быть его учениками надо в какой-то мере тоже так же поступить терпеть испытания и внешние и внутренние потому что бывают внутренние испытания у кого какой-то грех ну допустим жадность приходится с жадностью бороться другой завистливый завидливый третий блудный ему нужно вот этот огонь в себе терпеть подавлять четвертый болтливый он не понимает почему от него люди шарахаются не хотят с ним поговорить а потому что он как начнет трещать и без остановки это считай что вот если ты с ним вступишь в беседу это полтора часа у тебя вылетит это уже так изредка можно ну ради любви с ним так сказать пообщаться но так если каждый день и множество информации совершенно посторонней не имеющей никакой к делу вот ну это тоже крест человека попробуй вот этот поток удержи в себе вот хочется потрепаться вот а надо сдерживаться надо говорить раз два три и все только по делу тоже крест внутренний надо с этим бороться четвертый злой у пятого детство без игрушек прошло шестой психически больной попробуй потерпи любая форма психического заболевания это очень тяжелый крест а у которых мигрень постоянная попробуй поживи с головной боли когда утром встаешь вроде должен отдохнуть и неохота просыпаться потому что проснешься она болит и так ни день ни два а это и месяц и год и там что угодно крест надо терпеть без ропота что есть то есть ну или деточки как проклятие думаешь ну куда от них деваться от этих детей вместо радости одни только скорб или муж ты должна меня слушаться ну если тебя слушаться вообще семья пропадет а некоторые вообще лежат на диване не работают жена их кормит а он еще командует я глава семьи ну иди работай больше полутора тысяч ему за его работу не дают ну не тянет вот потому что ну так терпит из милости знают что дети нет он еще вот что-то из себя так сказать воображает такое великое ну ты сравни по деньгам хотя бы сколько она зарабатывает сколько ты и смирись она глава семьи она тебя умнее и ты должен быть у нее в послушании нет я вот там написано да там написано но это не про тебя да нет к сожалению так потому что это такого теперь у нас очень много к сожалению поэтому слава богу что есть женщины которые могут вести два ваза вот и работать и домашнее хозяйство уже хотя бы посуду мыл там пылесосил все бы делал детей кормил правильно кашу варил тогда еще можно поработать а то ты ничего не делаешь дома да потому что он где-то там прохлаждается ухи ковыряется карандашом и он считает он делает а жена вроде дома ничего не делает поменяться на недельку и взвоет потому что тяжелее домашнего труда вообще нет ничего вообще ничего на свете нет даже современные мамаши они только думают мечтают либо на няньку ребенка спихнуть либо детский сад отдать потому что уже это это постоянное напряжение это не то что там я сейчас отдохну все заперли двери и все или пойду погуляю или куда в командировку уеду вот а это непрестанно от детей только отвлекся у него уже глаза нет все отвлекся он уже куда-то в лужу сел или провалился в кровь и как ни один папа сказал его ребеночек наблюдал как ребята ныряют с мостков а ему три года и он в одежде разбежался и туда и на дно и только пузыри хорошо он увидел этот момент он тут нырнул его достал тот не успел даже захлебнулся но минуту вот он как бы вот как у этих урошанбахов мальчик погиб все сидели на пляже все толпа купается и он среди них он смотрит и вот что-то нет побежали в лагерь туда-сюда ходили-ходили он вызовет спасателя через час и там он лежит на дне потому что там был ровненький маленький такой спуск а потом сразу яма он до спуска дошел дальше в яму провалился и все и утонул и все оказался так сказать академик не глупый человек ну вот на глазах практически ну просто там одни головы попробуй узнать кто твой все так замешалось кто же думал а сколько горе растили-растили последнего сынка самого любимого и вот он на небеса попал на глазах у всех бабушка там была мама папа все были вот такие такие горести было потому что от детей нельзя отвлекаться даже когда во время литургии а то мама молится а ребеночек там камни кидают прям из алтаря-то видно что он там делает выделывает а она молится а если он себе голову расшибет кто тогда будет виноват ну конечно хочется отдохнуть абстрагироваться так сказать углубиться во внутреннее делание это все надо конечно за это ребенок может вполне стать покойником и вообще ничего не успеть как у нас во время литургии однажды один мальчик рядом с машинами иностранными дорогими облил целый штабель досок легко воспламеняющей жидкости и стал подзугать вот бы была бы сила вот был бы убыточек а машинки такие хорошие некоторые по 30 тысяч долларов некоторые по 40 вот бы сказали батюшка ты это что тут давай ну пришлось выбороть вместо родителей а родители молились подлинное ученичество состоит из этих вещей еще раз повторяю терпение смирение кротость готовность к унижению и последнее послушание потому что сын божий был во всем послушен отцу при ровно при подлинном равенстве почему он это проявил чтобы нам показать что это ваш вот как послушание вам вот крест господний обо всем этом свидетельство когда будем прикладываться к кресту надо всегда об этом думать вот какие мы должны были бы быть и какие мы есть и сколько нам еще нужно пройти хоть в какой-то мере к этому приблизиться помоги нам Господи отец 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 Продолжение следует...